мир вам Игнатий Тихонович. С миром, с миром. Так, я Иван из Казахстана жил в Казахстане, мы с вами уже два раза общались, может быть вы помните? Нет, у нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Я не против. На будущее я спрашивать не буду, раз не против, это навсегда, когда придете, давайте, говорите, пожалуйста. Вот, я как-то, мы разговаривали, беседовали, я помните, у меня были мысли в Потеряевку с семьей. Послышали, вы два брата? Да, да. Ну и в чем дело? Вот, ну как, я, как сказать, ну как, думал, конечно, много молился, размышлял, вот, но я все-таки, я уже переехал, я в России живу уже, в Алтайском крае, вот, сейчас в Тольменском районе, Тольменский район, знаете? Конечно. Вот, в самом районном центре Тольменка, вот, получается, мы здесь с сентября живем, как вот, как дети в школу пошли, так вот мы сюда приехали. Понятно. Просто у меня есть большое желание, это, как посетить вас, просто лично увидеться, просто я, насколько знаю, вам уже, сколько, 84 вам, да, сейчас? Да, 84. Вот, а вы сейчас практикуете, вы молитесь на мосту, за мост? Что делать? Ну, за мост вы молились, я видел ролики, вы молитесь за мост, этот, через обь, мост. Нет, сейчас не хожу я, сейчас очень холодно, да, дорога такая застывшая, там, разобьешься, походить нельзя, лед ударило, и все, покрылось, нет, я дома теперь молюсь. Дома, никак, нельзя, нет, это невозможно даже, тут рядом только я выйду, голубей покормить, и пальцы отмерзают. Ну, да, сейчас холодно, сейчас холодно, наверное, да. Ну, да. А это, думаю, может, как потеплеет, если вы будете там, я хотел бы тоже как-то прийти вместе, чтобы там молитву нам совершить. Ну, это ведь только уже там, где-то весной, тепло будет, все, только до зимой никак, нет, я не дойду до туда, у меня с коленями я все время тренируюсь, трудно. Я просто знаю ваш принцип, сколько мне приходилось вас слушать, вы всегда берете все самое хорошее, ну, скажем, всех же от баптистов, от адвентистов, хотя вы считаете их, ну, как, еретиками, сектантами, но что есть хорошее, вы это как бы для себя берете. Обязательно, у мусульман многое беру, у мусульман многое беру. Да, я, да, 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 я хотел бы у вас тоже, я вижу, мне у вас тоже есть много чему поучиться, вообще, у меня есть такое желание, я хотел бы, конечно, с вами как-то, ну, посетить, посетить вас хотел, можно ли, есть ли такая возможность у меня? Сейчас нет никак, об этом речи даже нет никакой. Вам лучше будет летом приехать к нам туда, в Потеряевку, на месте посмотреть. Самое лучшее место воспитания детей, чтобы они с вами были, это там, где учителя все верующие, чтобы дети были при вас. Лучше нашего места трудно найти, посторонне, наблюдая, даже наши кто и, ну, вот такое дело. Только летом. Я там буду с 10 июня. Конечно. Понятно, понятно. Вот вы можете приехать с детьми, и у нас побыть. Угу. Так, а если с детьми, то как там, где, у кого могу остановиться, или как там? А я, 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 у вас сколько ребятишек, сколько? Семеро. Я вам отдельно выделю избушку, дом отдельно дам. Угу. Я им командую этим домом, я, когда уезжали люди, я его перекупил, для тех, кто будет приезжать, я его даром отдаю. Ну и когда приезжает где-то, можно остановиться. С собой только что были простыни, все, а матрасы, все у нас есть, подушки, питаться с нами. Так что, можете взять детей, и, ну, конечно, правила наши, как в лагере были. Встаем мы одинаково в 4,40, в 5 общая молитва, а дальше видеть, а после этого дети могут снова лечь. Ну, чтобы на молитве были все, такой порядок. Угу. Понятно. Это домашняя церковь. Если это нету, сейчас не установишь, потом ты останешься там, за бортом. Угу. Ну, ясно. А второй брат где? Второй, а он тоже собирается, он сейчас пока приехал без семьи, пока сам один, что, ну, начинаете с документы делать, вид на жительство. А я уже с семьей здесь. А кем? У вас как работа какая-то в Тольменке-то? Куда вы устроились-то? Чем жить-то будете? Да, я здесь сейчас устраиваю, ну, как, я тут подрабатывал по строительству, сейчас устраиваюсь на постоянную работу в сельхозпредприятии. А так нам здесь батюшка, местный православный священник, он дал домик, вот этот церковный дом, тут одна бабушка, когда умирала, она отдала этот дом церкви, и он дал нам это дом. Мы здесь живем сейчас. В этом домике. Скотина-то никакой не держите? Нет. А у нас-то этим живут люди как раз. Животноводство, свои курицы, свои пчелы, все, что хочешь, там, корову, хоть сколько держи. Ага. Так что, тут большая разница, все свое, не на чужого дядю работать. Ну да. Это я знаю, да, я знаю про вашу деревню, все, ну. А мы-то сюда только вот, получается, только осенью-то сюда приехали, и только успел здесь небольшой ремонт сделать в доме, чтобы заехать сюда в зиму, вот. И успел только огород распахать здесь целина, здесь давно не жили, и вот. Ну да. Ну вот, где этот мэр города погиб, он был близкий очень мне. И там плита такая, я иду, а прямо остановка, я стою, каждый раз молюсь о нем. Он верующий был. Разбился в автокатастрофе. Угу. Я там тоже в сентябре был, там, на мосту, тоже. Ну, я первый раз там был, так обошел, посмотрел, на том же месте, где вы молитесь, тоже там постоял, помолился за мост тоже. Да, да. Хорошая практика очень у вас, молиться за... Где-то в Башкирии, или где, может, мост взорвали в нескольких местах. Ну, я об этом писал в Министерство путей сообщения, в органы ФСБ, везде. Я сам строитель техник, прорабом работал. Ну, я так прикинул где, замерил расстояние до воды, такой сделал себе прибор. Я сказал, я нашел около 13 уездных мест у этого моста, а мост-то какой, 940 метров с лишним, почти километр. Три идут дороги сюда, три движения и обратно три. Шестерядные. Мост чудесный. Лучший мост, наверное, тут Дальнего Востока. Ну, ладно, здравия вам. Слава Иисусу, благодарю. С Богом. Все, благодарю за беседу. Если что-то у вас не заладится на работе, не бойтесь. С нуля начинают у нас, которые приехали, тут держат там и свиней, и коров, и овечек держали. Сейчас как-то, не знаю, у батюшки он, брат, у меня священник, я около ста овечек держал. Корма полно, люди там, где дальше, в Кулунде, там бедствуют, а у нас столько заготовить можно. И все время дома, никто тебя не заставит, какие дни работать. Дети на глазах тут. Не то, что в школе пойдут, они научатся другому. Ну, так, вы слышали, где в Брянске-то сейчас девчонка пришла, сколько я, в восьмом классе, ты расстреляла класс с ружьем отца. Нет, не слышал. Седьмого, седьмого числа, вот, неделю назад. Почему-то не слышал. И сама себя застрелила. Ее преследовали, ну, и там издевались как-то. Она, вот, есть такой фильм, называется «Класс», на документальной основе. Тоже так же смеялись, когда они пришли с двумя ружьями-то, и всех своих, которые над ними издевались, они их тут же пристрелили. В этом Эстонии было. Ну, в общем, так, с Богом. С Богом. Аллилуйя. Всего доброго. Аллилуйя. Слава Христу.